Единственная настоящая ошибка это не исправлять своих прошлых ошибок. Привет, я Даша, это традиционная, привычная уже всем на ногу книга-отчетник за апрель 2014. Дочитала я Волкодава, собственно, конкретно. Это книги, напоминаю, что я читаю не в порядке издания, в хронологическом. Это Знамение пути и Самоцветный город. Все, Семенова, Волкодаве я говорила уже неоднократно. Очень-очень много раз под видео, я оставлю ссылку на видео, где самое такое мое общее впечатление о Волкодаве. Единственное, я хочу подметить именно о Самоцветных горах, что я хоть ничего не имею против смазанных концов, где все точки над «и» не поставлены, но именно в Самоцветных горах Семенова уж слишком размазала. Ничего не понятно, с кем что произошло дальше. Остается только полностью додумывать читателю. Малусь, она перестаралась. Ну, книга замечательная. Значит, далее. Я прочитала «Любовный гороскоп на 2014-й рак» Василиса Володина. Ну, у нас автор, ну вот, это все равно, что делать отзыв о, я не знаю, телефонном справочнике. То есть, в общем, это как обычно гороскоп, причем в предисловии Володин прямо говорит, что нельзя верить таким гороскопам. Вот то, что мы читаем в журналах, гороскоп на неделю, на месте, я не знаю, видим по телевизору, слышим радио, гороскоп на неделю, они-то все… Я бы сказала, да у меня цензурных слов не хватает. Поэтому это не стоит, это не настоящая астрология, это так. И вот эта книга на своего рода обычный гороскоп просто госпожа Василиса Володина создает впечатление, что ты самостоятельно для себя его открываешь. Потому что здесь, вот как телефонном справочнике, допустим, чтобы найти нужен номер, нужно сначала, просто нужна мне фамилия, телефон человека под фамилией, я не знаю, там, Суковатицын. Мне для этого нужно в содержании найти букву С, значит, потом открыться следующую страницу, где начинаются телефоны фамилии, начинающие на С, и среди них, этих С-ок, найти именно Суковатицын. Так и здесь. То есть сначала нужно… Я уже забыла, что сначала нужно. В общем, найти, вычислить доминанту года, потом ее расшифровать и… В общем, совершить триадеятельства, которые аналогичны поиску телефонов в телефонной книге. Что я прикопалась к этой телефонной книге? За попытку плюс один. Еще плюс один за то, что она честно говорит, что все вот эти журнальные гороскопы, они чушь. Ну, так. В общем, советую ли я? Нет. Только ради любопытства. Далее. Остаток дня. Кадзу и Сигу. Пока я читала, я была под глубоким впечатлением. Ну, вот, шлейф есть не только у духов, он есть и у книг. То есть вот остаточные какие-то впечатления. Я вот увидела в списке названия, я даже не сразу сообразила, так, что это за книга была. Так, 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 начала вспоминать. То есть шлейфа не остается. По крайней мере, у меня не осталось. О чем же эта книга? Книга рассказывает о таком социальном слое, как дворецкий. Типичный английский дворецкий. События происходят в первой половине 20 века. И рассказывает главный герой, как можно угадаться, дворецкий. Я поразилась. Вот имя автора Кадзу и Сигу. Ну, явно японец. Так он шикарно передает вот этот английский дух, английский менталитет типичный. Прям вот англичанин бы лучше не написал, а тут японец. Я давай изучать биографию. Кадзу вернется японец, но только по происхождению. Когда ему было шесть, они с ними переехали в Англию. И все равно даже для человека, который больше через жизнь сознательно прожил в Англии, это ух, я была под огромное впечатление. Хотя, конечно, когда вот именно заканчиваешь читать книгу, эмоции скорее печальные, чем радостные. Но книга, правда, шикарная. Ее стоит прочитать. Единственное, что почему-то для меня она без шлейф оказалась. Далее. «Стены башни Кремля. Кончарова и Хамса» составители. Это совсем-совсем небольшая книжечка, которая полностью соответствует своему названию. Это действительно документальное, очень-очень лаконичное изложение истории стен башни Кремля. В каком городу все это построилось, почему именно так эти стены называются, и башни. Ну и вот такие вот, такая вот информация. Подано оно все крайне скупо, лаконичное. Но вот этого, это, ну, книга, не книжка, а брошюрка. А Челаница его совсем не теряет. Ну и, конечно, иллюстрации есть много. Далее. «Элис Сиболт. Почти луна». Тут я хочу немножко поклониться. Я когда на Live Libby уже после прочтения книги читала отзывы. Я никогда не читаю отзывы до прочтения. Они могут, там могут быть спойлеры, они могут спорить твое личное впечатление. Поэтому я читаю их после уже. Во всех лицензиях написано одно и то же. Дело в том, что клан Герой не убивает свою мать. Ну и там еще парочку поступков и моральных совершает. И все оценки очень низкие. И в лицензиях пишется по сути одно и то же. Фу, как гадок ее поступок. Поставлю этой книге единицу за это. Что? По мне так плюс карми этой книги. Плюс целых три карми. Только заодно то, что сюжетная линия по стуке главной героини потрясли. Оставлю глубокий эмоциональный след. Это очень хорошо, это отлично. Я обожаю такие книги, которые неважно. Обожаешь ты главного героя или не на ее видишь. У тебя возникла эмоция? Это отлично. Это отлично, когда книга вызывает эмоции. Это в конце концов не учебник. Хотя учебники тоже вызывают эмоции. Ненависть. Книга удивительная. Она такая жуткая. Ни в коем случае ее не нужно начинать читать на ночь. Я начала. Я пожалела об этом. Тебя как будто в черный какой-то омут затягивает. Совершенно жуткий. Ребят, я ее когда прочла, у меня руки ходуном ходили. Они просто тряслись. Я идти не могла. Когда с нами было куда-то ехать, я дошла до остановки еле-еле на подгибающихся ногах. Я просто рухнула на скамейку. Я никогда не сижу на остановках. Я проявляю, что у меня такая слабость в ногах была. Это так жутко. Я 5 баллов поставила. Ничего не знаю. 5 баллов. Да, морально. Преступление против крови. Но столько эмоций вызвать. Столько ужаса. Столько переживаний. У меня никогда ни от одной книги не тряслись в руки. Меня напугать невозможно. Эли Сиблт удалась. Далее я прошла две книги. Хеллен Филдинг. Дневник Бриджа Джонс и Дневник Бриджа Джонс. Крайне разумного. Я не верила никогда положительным отзывам на эти книги. Почему? Сама не знаю. Они полностью оправданы. Это что-то потрясающее. Уже когда я стала заканчивать вторую книгу, я поняла. Это что-то вроде секса в большом городе, только лучше. Я не люблю секса в большом городе, я не понимаю все это, что михи вокруг него. Я не думаю, когда мне кто-то говорит, вау, секса в большом городе, обожаю, 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 обожаю. Я часто пыталась. Я смотрела сериал. Я пыталась читать книгу. Одневник Бриджа Джонс, это тоже, это как сэс в большом городе, только хорошие отзывы, они находят. Они оправданы. Ну, я полагаю, фильм видели все. Экранизация достаточно успешная в первой части. Мало, если они там что-то переделали, но в целом успешная. Книга гораздо, гораздо, гораздо лучше. Она такая тонкая, смешная, саркастичная, нелепая. И обожаю. Мне безумно, 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 безумно понравилось. Это из серии легкого чтива, женских романов. Это самое лучшее. Упс, листочек упал. Ну и ладно, все равно закончу, села. Поэтому не ведитесь на лицезии. Вот это мое сегодняшнее пожелание. До скорых книг.